Я должен перестать обвинять детей в том, что я ворчу. Состояние моего сердца — это моя ответственность, а не моей жены. Моя работа, а не пастора, чтобы в моём сердце был Божий огонь. Это моя ответственность. Скажите, моя радость — моя ответственность. Так же, как и страсть по Богу. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришёл, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться с Ним и с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живёт Иисус. Скажите, в этом году я сделаю это? Мы посмотрим сегодня с вами 17 главу Первой книги Царств. Поблагодарим Господа за Его Слово. Если кто-то и жил на земле с девизом «В этом году я сделаю это», то это точно был Давид. Да, он не был совершенным человеком, но он точно был человеком действия. Он не соглашался сидеть в стороне. Он не хотел просто наблюдать, как люди участвуют в Божьем плане. Я буду делать то, к чему призвал меня Бог. Для того, чтобы стать человеком, я сделаю это. Вам нужно прекратить искать одобрение всех людей. Вы должны перестать думать о том, что о вас подумают люди. Я не случайно поставил на заставку парня, который бежит вверх по ступенькам. Вверх по ступенькам не бегут ради развлечений, от нечего делать. Люди не пробегают 2000 ступенек на вершину стадиона и вниз по 40 раз просто ради забавы. Они делают это потому, что хотят стать сильнее и практикуют самодисциплину. Они хотят быть в форме. Нужно делать это даже когда тебе совсем этого не хочется. Требуется постоянство. Нужно выходить из зоны комфорта, иначе ты ничего не достигнешь. Если хочешь увидеть то, чего еще не видел, тебе стоит начать делать то, чего ты раньше не делал. Этот год может пойти в совершенно разных направлениях. Это может быть год, когда ты придешь в форму, когда ты получишь образование, когда ты исполнишь мечту в своем сердце. Этот год может оказаться годом, когда ты женишься на девушке своей мечты, годом, когда ты покончишь со своей зависимостью, на которую ты тратишь все свое время и силы. Это может быть тот самый год, и ты думаешь, но кто это решает? Если Бог решит, то это будет мой год? Нет, дорогой. Это твой выбор. Это твой выбор. Бог не может решить за тебя, что этот год будет успешным, что ты будешь регулярно в Его доме познавать истину. Нужно твое решение. В то время, как Голиаф, который просто хотел кого-то убить, если он убьет одного воина, то Израиль станет рабом-филистимляном. Но если израильтянин сразит Голиафа, то филистимляне будут в рабстве у Израиля. Он призывал кого-то из воинов Израиля сразиться с ним, «Но желающие так и не появились». Давид посмотрел, что они все попрятались по шатрам и пришел к Саулу со словами, «Не бойся, раб твой пойдет и выступит против этого филистимлянина». Он имел в виду себя. Саул взглянул на него и сказал в 33 стихе, «У тебя не получится. Ты слишком мал для этого. Ты слишком молод. Всегда найдется кто-то, кто скажет тебе, «У тебя не получится». Как только ты скажешь, «Я сделаю это», в ту же секунду появится голос обвинителя. Иногда этот голос будет снаружи, но в вашей голове. Враг говорит прямо в ваш разум. Этот голос говорит мне, «Пол, ты в этом некомпетентен. У тебя не получится. Ты не настолько одарен, чтобы исполнить такую мечту. Ты не в такой семье родился. Твоего образования недостаточно. Всегда найдется кто-то, кто скажет, «У тебя не получится». И если вы послушаете этот голос, он отговорит вас, и вы не исполните волю Божью для вас. Хотите иметь невероятный год? Перестаньте слушать голос, говорящий вам, «У тебя не получится». Перестаньте твердить себе, «Когда-нибудь я сделаю это». Ну да, после дождичка в четверг, «Когда-нибудь я покончу с зависимостью». «Когда-нибудь я закончу писать книгу». «Когда-нибудь я вернусь в колледж». Однажды я займусь этой сферой моей жизни, на которую указывает мне Господь. Вы говорите, «Я всегда всё откладываю на потом». Такой уж я человек по природе. Разорвите дух откладывания на завтра. Давид смотрит на Саула, который говорит ему, «У тебя не получится», и отвечает, «Ты не знаешь меня. Мне нравится уверенность Давида. Давид был мужем по сердцу Бога. Ты не знаешь меня. Ещё подростком я всегда был человеком. Я сделаю это. Я пас овец отца. Моего не ради веселья. Не потому, что это самая престижная работа, но потому, что меня просил отец об этом. Я пас стадо отца в любую погоду. Когда братья пировали, я оставался на полях с овцами. Я был уверен, кто-то из нас верен Нетфликсу. Мы смотрим кино каждый вечер, не упуская возможности. Мы не пропускаем ни одного матча Лиги Чемпионов. Это у нас в приоритете. Мы знаем счёт всех матчей. Мы посвящаем этому время. На небесах всё это станет бессмысленным. Вы много знаете о звёздах спорта. Всё, что можно знать о Леброн Джеймсе, хотя, как по мне, Майкл Джордан куда круче. Это так, к слову. Проблема в том, что мы знаем многое о том, что не имеет значения вечности. Пора быть верным в этом году в том, что действительно важно. Пора стать человеком. Я это сделаю в тех сферах, где вы хотите стать продуктивными и успешными. Итак, Давид говорит, «Я пас овец отца, и я был верен всегда. Если приходил медведь или лев, я гнался за ним, чтобы убить его. Я не позволял хищнику забрать овец отца моего. Я был уверен и усердно следил за овцами, в которых отец верил мне. И Давид убил великана. Он сделал то, что обещал. Если хочешь быть человеком, я сделаю это». Прекрати искать отговорки. Мы часто обвиняем в своём поведении родителей, детей. Обвиняем начальника или ещё кого-то. Нужно прекратить обвинять кого-то другого. Нам нужно самим работать над собой. Скажите все, «Это моя ответственность». Это не чья-то, а моя ответственность. В этом году я беру на себя ответственность за моё поведение и за то, что наполнено в моём сердце. Я должен перестать обвинять детей в том, что я ворчу. Состояние моего сердца — это моя работа, а не моей жены. Моя ответственность, а не пастора, что в моём сердце горел Божий огонь. Это моя работа. Скажите, «Моя радость», моя ответственность. Так же, как и страсть по Богу. Многие из нас доверяют страсть к жизни различным лайф-коучам. Своё духовное состояние мы доверяем проповедникам, которых периодически слушаем онлайн. Пора взять ответственность на себя, чтобы иметь мотивацию следовать за Богом, чтобы покончить с вредной привычкой и перестать откладывать важное «На когда-нибудь я сделаю это». «Когда-нибудь я сделаю это». Нет, сегодня я сделаю это. Этот день сотворил Господь, и я сделаю это. Скажите, «Я сделаю это». Сегодня я буду радоваться. Я буду читать Библию и молиться сегодня. «Я перестану жалеть себя». Мне очень нравится Иакова, глава 1, 22 стих. В переводе 3-й месседж. «Не обманывайтесь, называя себя слушателем Слова, тогда как на самом деле Слово вылетает в одно ваше ухо, а вылетает в другое. Услышав Слово, сразу приступайте к действию. Этот год действия, год совершения задуманного. «Год, когда я сделаю это». Те, кто слышит, но не действует, подобны тем, кто, посмотрев в зеркало, отходит от Него и через две минуты не помнит, кто они и как выглядят. Они используют сравнение и продолжают. «Но никто не вникает в Божье откровение, то есть в Слово Божье, в то, что Бог говорит нам через Него. Многие ждут, когда же Бог откроет им тайну. Хочет ли Бог, чтобы я женился, чтобы я соглашался на эту работу, но мы не освоили то, что нам уже открыто. Если освоим открытое в Слове, возможно, поймем и скрытое в Нем». Иаков говорит, «Начни действовать в том, что уже слышал и прочитал. Ты слышал достаточно проповедей. Начни уже жить по Слову. Слова ничего не стоят в сравнении с делами». Иаков говорит, что нужно применять Слово Божье, а не легкомысленно верить всему, что навязывает мир. А мы живем в обществе, где нам навязывают ложные ценности. Иаков говорит, «Но если вы будете человеком дела, то в своих делах найдете радость и довольство». Ваше решение сделать это изменит не только вашу жизнь. Ваше решение покончить с зависимостью или решение написать книгу принесет свободу и другим людям. Ваше решение «Я сделаю это» поможет многим людям. Иисус говорил в Матвея, глава 25, стих 14, «О богатом человеке, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение». Не для того, чтобы они его разорили, но для того, чтобы позаботились о нем. То есть, чтобы они умножали его имение. Бог поместил нас на землю, чтобы мы обрабатывали ее и чтобы умножали. Если вы не умножаете то, что Бог вам доверил, то вы просто закапываете Божий дар. А это не есть воля Божья для вас. Звучит радикально, но это Писание, это Библия. Вы слышите меня? Итак, человек отправлялся в дальнюю страну. И смотрите, что сказано в 15 стихе. «И одному дал он пять талантов, другому два, иному один». Вы скажете, «Но это несправедливо. Я как тот, кому дан один талант, а моему другу дано пять». Не тебе решать, что тебе дано, но от тебя зависит, что ты сделаешь с тем, что тебе доверено. Кто-то, имея пять талантов, ничего не делает, а у кого один, он может продолжать и умножать доверенное ему. И такой человек будет начальствовать над тем, у кого пять талантов, потому что тот недисциплинирован и не умножал дары, данные ему Богом. Если год за годом ты будешь максимально использовать дар, данный тебе Богом, «Бог поставил тебя над теми, кто имеет больше даров, чем у тебя». Он пошел и закопал этот талант в землю. Он похоронил свой талант. Когда вернулся господин, он спросил их, «Что вы сделали с талантами, которые я доверил вам?» Первый сказал, «Я умножил их. Вот они». Второй сказал, «Я умножил их. Вот они». Господин сказал им, «Хорошо, добрый и верный раб». Он не сказал, «Вот вы молодцы, вы меня здорово удивили». Нет, он сказал, «Хорошо, вы сделали то, о чем я вас просил». То есть Иисус ожидал, что будет умножение. Они не сделали больше, чем их просили, но в точности, как он ожидал. Они проявили верность. Верность заслуживает адекватные награды. Я доверяю вам больше. Войдите в радость господина. Но был еще и третий. Он сказал, «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь. Где не сеял. И собираешь, где не рассыпал». Он боялся. Страх мешает людям жить по принципу, «Я это сделаю». Я остановился на полпути, потому что я боялся. Страх остановил его. Господин сказал, «Итак, возьмите у него талант и дайте тому, кто умножил». Всегда найдутся причины сказать, «У меня не получится, у меня ничего не выйдет». Но сегодня я хочу бросить вам вызов. Если вы хотите стать человеком, «Я это сделаю». Откажитесь от боязни перед людьми. Сделайте выбор, закрыв глаза на свои чувства. Перестаньте жить ради похвалы людей. Нужно начать жить для славы Божьей, не руководствуясь чувствами, но четко понимать, что для вас хорошо и что плохо. Понимать, для чего Бог вас призвал. Он дает вам возможности, но их срок может истечь. Я помню, мой друг посоветовал мне поспешить с ухаживанием за Эшли, потому что она не будет просто сидеть и ждать. Она не сидит пассивно. Она женщина цели. Если хочешь начать с ней встречаться, чтобы впоследствии на ней жениться, то начинает действовать. Мой друг был прав. Я просто подошел к ней и спросил, «Как ты насчет того, чтобы мы с тобой чаще виделись, чтобы лучше узнать друг друга?» Она уточнил, и ты имеешь в виду строить отношения. Посмотрим. «Нет, мне нужно знать, чего ты хочешь». Ого! Раньше женщины мне такое не говорили. Пол, чего ты хочешь? Какие твои намерения? Ну, не знаю, просто пообщаемся и посмотрим, куда это приведет. Нет, каковы твои намерения. Куда ты хочешь привести эти отношения? Ну, я думаю, есть вероятность того, что эти отношения выльются во что-то серьезное. Ты тоже так думаешь? И однажды, если будет на это воля Божья, мы поженимся. Она сказала, «Что ж, если ты действительно так чувствуешь, и если ты этого хочешь, ты должен прекратить флиртовать со студентками на твоем курсе в этом университете и прекрати переписку с ними на Фейсбуке. Я не собираюсь быть одной из многих, чтобы у тебя было несколько вариантов. Если ты серьезно настроен, то сделай свой выбор». Такая она, Эшли Доггерти. Я говорю вам это, потому что думаю, что кому-то из вас Бог говорит пророчески. Библия говорит, что Христос вернется за своей славной, посвященной Церковью, верной и пребывающей в истине. Верной, верной, верной. Хорошо, добрый и верный раб. Верный означает, что ты посвящен. Когда Орл Робертс строил университет здесь, через дорогу, он сказал, «Я не первый, кого Бог попросил об этом. Я просто первый, кто сказал, «Я сделаю это». Бог открыл ему, что были другие, кого Бог призвал построить христианский университет, но они слишком боялись, что у них не получится. Они боялись, что им не хватит собранных денег или еще что-то пойдет не так, что им не хватает знаний, чтобы начать такой проект». Орл сказал, «Я не был совершенным кандидатом на эту роль. Я был молод и сражался с туберкулезом. У меня не было ученой степени. Я просто сказал, «Я сделаю это». Скажите, «Я сделаю это». Бог ищет несовершенных людей, а тех, кто будет открыт для Него, кто скажет, «Я сделаю это». Он ищет сердце, в котором есть желание, откровение. Глава 22, стих 17 гласит, «Желающий пусть берет воду жизни даром». То есть всякий, кто имеет желание в сердце, может прийти к нему. Исфирь была девушкой, которая сказала, «Я сделаю это». Царь женился на ней. Чудесная история. Однажды мы сделаем серию проповедей об этом. Она входит во дворец и становится царицей, не потому, что была совершенной. Она жила в обществе, где доминировали мужчины. Она сказала, «Да». И Бог ее использовал. И вот она во дворце. Она нашла благоволение в глазах царя. Я верю, что в этот год вы обретете благоволение. Если просто скажете Богу, «Да». Если вы возьметесь за дело и окончите проект, который Бог вложил в ваше сердце. И когда Исфирь была во дворце, ее дядя сказал ей, «Против нашего народа замышляется злодейство. Они хотят уничтожить всех евреев. Ты тоже еврейка. Царь не в курсе, несмотря на то, что это проворачивается у него прямо под носом. Кто-то должен рассказать ему об этом, иначе они уничтожат собственное будущее». Исфирь сказала, «Но я не могу. Ее слова «я не могу» блокировали слова «я сделаю это». В Исфирь, глава 4 стих 11, она говорит, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд. Смерть только тот, кому простер царь свой золотой скипетр, останется жив. А я незванна к царю вот уже 30 дней». Она сказала, «Я не могу». И вот что ответил ей дядя в следующем стихе. «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». В 2019 году для вас открыта определенная дверь возможностей. Дверь открыта, и Бог говорит, «Но давай же, входи вперед!» Ее дядя тем самым как бы сказал Исфире, «Не думай, что такой шанс выпадет в жизнь много раз. Это твой шанс. Войди в дверь к царю. Не нужно ждать приглашения, чтобы участвовать в Божьем плане для твоей жизни. Если ты промолчишь, Бог найдет кого-то другого для этой роли. Если ты не захочешь стать человеком Божьим, каким Бог вас призвал, если ты не сделаешь шаг к мечте, которую Бог вложил в твое сердце». А затем Мордахей сказал, «А ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Все библейские истории повествуются о людях, которые сделали шаг вперед и сказали Богу, «Да». Они не были совершенными, но сказали, «Я сделаю это» и начали делать шаги к цели. Поразмышляв, Исфирь говорит, «Хорошо, пусть все молятся и постятся за меня, и я тоже буду искать Господа в посте и молитве». Она знала, что ей нужно было сделать. Парень на заставке хочет прийти в форму, и он поднимается по ступенькам вверх. Каждая ступенька — это шаг к предназначению. Каждый шаг — шаг вперед. Каждый раз, когда я приходил на уроки фортепьяно, я шел к предназначению. Каждый раз, когда я приходил в церковь, когда я изучал Писание, каждый раз, когда я провожу время с детьми, я готовлю их к предназначению. Пол я пытался, я делал шаги, но не увидел прорыва, продолжая идти вперед. Я дисциплинировал детей, но они продолжали не слушаться, продолжая не жалеть розги для них. В разумных масштабах, конечно. Я ходил в спортзал, я старался, но мне так и не удалось сбросить вес. Я старался придерживаться диеты, но по какой-то причине мне это сложно дается. Я постился дня три, а потом мне так захотелось пиццы. Я занимался пианино. Я очень старался, но потом падал, и уже не хотел вставать. Когда я стал пастором, то первый год, и порой даже сейчас я падаю, и уже не хочу вставать, но Бог говорит, если хочешь видеть продвижение вперед, нужно вставать и продолжать делать шаги. Если ты хочешь быть тем, кем Бог призвал тебя, притчи, глава 24, стих 16, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет». И касается и мужчин, и женщин. В тот момент Есфири должна была принять решение либо сказать, «Я сделаю это», либо «Я не смогу». Если она скажет, «Я не могу», то упустит великую возможность спасти евреев от нависшего геноцида. Ваше «Я сделаю» спасет не только вашу жизнь, но и жизнь других. Ваше решение сделать это изменит не только вашу жизнь. Ваше решение покончить с зависимостью или решение написать книгу принесет свободу и другим людям. Ваше решение «Я сделаю» поможет многим людям. Мир ждет откровения сынов Божьих, когда они явят себя. Для этого они должны сказать, «Я сделаю это». И, наконец, Есфири говорит, «Когда закончится пост, я пойду к царю». Хотя это противзаконно. И если погибнуть, погибну, но сделаю это. Надеюсь, это послание вдохновило вас и напомнило, что Бог еще не закончил свою работу в вас. Пора в этом году остановить всякие отговорки, перестать искать виноватых и жалеть себя. Пора начинать делать то, к чему призвал вас Бог, и быть тем, кем Он сотворил вас. Как вы слышали в проповеди, зачастую мы прекрасно знаем, что должны сделать, но мы откладываем это на потом. Мы говорим, «Я вот-вот за это возьмусь». Я призываю вас применить это слово на практике. Скажите, «В этом году я сделаю то, к чему Бог призвал меня. Я покончу с вредными привычками, преодолею зависимость и начну формировать здоровые привычки. Я буду тем, кем Бог создал меня и буду верным». И поверьте, вам это по силам. У вас есть на это возможности. Вы не раб своих чувств. Вы не зависите от того, что говорят о вас люди. От их слов у тебя не получится. Примите решение. Также я призываю вас молиться сейчас вместе со мной. Просто скажите, «Господь Иисус, в этом году я покоряюсь тебе, покоряюсь твоей воле и твоему слову и твоему пути. Я весь твой, Боже. Помоги мне в этом году сделать то, к чему ты призвал меня, и быть тем, кем ты сотворил меня во имя Иисуса. Аминь». Я верю, что нет такой зависимости, такой трудности, которая кажется невозможной, которую вы не могли бы преодолеть. С Христом вы имеете победу. Не забывайте об этом. Я вас люблю и молюсь о вас. Если будете в Талсе, приходите к нам. Я буду рад пожать вам руку. На сайте есть информация о графике служений. Также смотрите прямые трансляции наших служений на сайте. Помните, ваши лучшие дни всегда перед вами. Благословений вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова